Развивать инфраструктуру жилых районов Хабаровска будут за счет федерального кредита. Хабаровский край получил одобрение правительства России на крупный бюджетный заим. Об этом говорили на строительной конференции, участие в которой приняли представители федеральных органов власти, губернатор крупной строительной компании. Анастасия Привецкая со всеми подробностями. Проблемы строительной отрасли и ее перспективы на видеоконференции собрались обсудить представители власти Хабаровского края и страны, застройщики Дальнего Востока и экспирты. Последние два года из-за пандемии отрасль испытывает трудности. Это нехватка рабочей силы из-за оттока трудовых мигрантов и удорожания стройматериалов. С начала 2020 года в России они подорожали на 25%. Несмотря на проблемы, в прошлом году в Хабаровском крае построили больше жилья, чем планировали. Мы с вами не провалились в целом по объему строительных работ и 20-го года, и 21-го. То есть показывает, что мы умеем сконцентрироваться даже в этих непростых условиях. Реализовать масштабные проекты в Хабаровском крае удалось в том числе благодаря государственной поддержке. В сентябре прошлого года региону в числе первых был одобрен кредит федерального бюджета на развитие инфраструктуры. 3 миллиарда 700 миллионов рублей позволят проложить крупную тепломагистраль к микрорайону «Ореховая сопка» в Хабаровске и продолжат его развитие. С помощью бюджетного займа удастся также построить дорожную сеть на улице Трехгорной и детский сад на улице Шатова. Все это станет мощным стимулом для комплексной модернизации всех отраслей экономики и социальной сферы. Сформирует путь к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, росту благополучия наших людей. Наращивать темпы строительства жилья, а также снизить стоимость новых квартир должно помочь создание строительного кластера, а именно собственного производства ключевых стройматериалов.